Представьте, что вам нужно угадать, кто будет счастливее. Те люди, которые женятся по любви, или те, чьи брак организуют родители. Если ваш ответ – те, кто женятся по любви, вы правы. Давайте перенесемся на 10 лет вперед. Как вы думаете, они по-прежнему так же счастливы? И в одном исследовании в браках по любви уровень счастья опустился в половину ниже изначальной отметки, а в организованных родителями увеличился на 25%. К чему это я? И какое это имеет отношение к вам, даже если у вас нет партнера? Что ж, по словам этих исследователей, более высокий уровень счастья был у людей, чьи отношения были построены на уважении и доверии, то есть между партнерами, которые разговаривают друг с другом, которые работают над отношениями. Я не говорю, что браки, организованные родителями, лучше, чем браки по любви, или наоборот. Я хочу сказать, и это подчеркивают исследователи, что для длительных отношений, в которых партнеры все так же счастливы 10 лет спустя, необходимо понимать, что отношения требуют работы. И что, джентльмены, мой первый лайфхак? Убедитесь, что человек, с которым у вас серьезные отношения, с которым вы живете, с которым вы засыпаете ночью, это человек, с которым вы хотите, если все сложится, прожить жизнь. И что вы бы хотели заполучить этого человека как напарника. Представьте, что вы хотите устроиться на работу или учебное заведение. Везде будут оценивать ваш средний балл, или оценивать резюме, оценивать ваш прошлый опыт работы. Везде вас будут оценивать, чтобы убедиться, что вы отлично подходите. Тем не менее, в вопросах отношений мы бессистемно встречаемся с людьми и спим с ними. Многие из вас, ребята, уже сталкивались с тем, что неудачный выбор в партнере оказывал на вас негативное влияние. Вернемся к бракам, организованным родителями. Почему в них уровень счастья повышался? Потому что в них обе стороны относились к браку как к партнерству. То есть они были готовы работать, чтобы узнать друг друга, потому что им некуда было деться. Оба партнера подписывали брачный контракт. Та и другая семья общались со вторым партнером. Им хотелось убедиться, что их выбор – отличная партия для их сына или дочери. И что этот человек точно впишется в семью. Во втором акте второй сцены пьесы «Гамлет» мы можем услышать одну из самых известных шекспировских строк о том, что нет ничего нехорошего, неплохого. Это размышление делает все таковым. Если вы знакомы с пьесой, вы знаете, что в этой сцене «Гамлет» говорит о Дании. Для него она – тюрьма. Действие разворачивалось в Дании очень давно. Лично я Данию не считаю тюрьмой. По-моему, это прекрасная страна. Я там прекрасно провел время. Но суть фразы в том, что мы все видим мир по-разному. Вы можете оказаться под дождем и подумать «Боже, какая ужасная погода! Дождь испортит мой внешний вид. За что мне это наказание?» А может, вы фермер, и вы скажете «Боже, какое счастье, что дождь прольется на землю и спасет урожай!» То есть очень часто в одних и тех же сферах что-то происходит, но мы интерпретируем это по-разному. Для кого-то это приведет к хорошему, для кого-то – к плохому. Когда вы это начинаете понимать, вдруг вы осознаете, что ваша оценка вещей и ваше мышление определяют ваше счастье. Здесь ключевой момент в том, что жизнь идет своим чередом вне зависимости от нас. Однако то, что мы об этом думаем и как интерпретируем происходящее, влияет на наш уровень счастья. Мы можем считать что-то хорошим или плохим, чудом или трагедией. Представьте себе, что смотрите очень напряженный футбольный матч, каждое любое действие может решить исход игры. Одна команда была в фаворитах, другая в аутсайдерах, и в итоге аутсайдер побеждает в последнюю секунду в спорной ситуации. Кто-то скажет, что это чудо, а кто-то, что это пародия. Плохая игра. То есть с обеих сторон есть люди, которые видят одно и то же с разной позицией того, что хорошо, а что плохо, что должно было произойти, а чего не должно было случиться. В классической книге Виктора Франка «Человек в поисках смысла» психиатр рассказывает о времени, проведенном в нацистском концлагере, и о том, как он пришел к выводу, что у вас всегда есть выбор, как воспринимать происходящее, как проживать свою жизнь, какие решения принимать. Например, он рассказывает о человеке, которого лишили всего, вокруг него умирали люди, но он решил для себя, что еще жизнь по-прежнему имел для него смысл. Так что лайфхак, вывод из этого, чтобы с вами не случилось, у вас всегда есть выбор, как вам интерпретировать происходящее, и, следовательно, какие действия вы предпримете. Следующий лайфхак на пути к лучшей жизни – откажитесь от слова «справедливо». Это как раз то, что у человека часто срывается с языка. Например, почему жизнь несправедлива? Я работаю, не покладая рук, но успеха не достигаю. Понятно, почему мы так говорим, хотя мы под этим словом подразумеваем то, что, по-моему, имел в виду Джон Роулс, говоря, что справедливость равна объективности. И это именно то, что мы хотим увидеть. Мы ожидаем, что если мы выполняем работу, если прилагаем усилия, мы должны добиться справедливости. Мы можем добиться справедливой награды. Но дело в том, что такое происходит только в утопии. Если вам знакомо слово «утопия», то оно означает «нигде». То понятно, что такое просто невозможно. И все же мы хотим справедливости. Да, я понимаю, мы стремимся к справедливости, чтобы было честно. И это стремление просто замечательно. Но оно реализуемо только в утопии. То есть, нигде. То есть, к справедливости здорово стремиться. Но она находится на вершине, которую достичь невозможно. Давайте утрируем ситуацию и представим, что живем в мире, в котором совершенно все происходит по законам справедливости. Это значит, что токсичные отношения, в которых один использует другого, нельзя разорвать. Потому что будь все справедливо, оба партнера согласились бы, что эти отношения нужно заканчивать. А так, один партнер хочет продолжать использовать другого. Так что следующий пункт в нашем списке – ответственность через объединение. Найдите группу людей, к которым вы можете присоединиться, которые могут помочь вам не снижать уровень ответственности за достижение ваших целей. Найти партнера по тренировке – это один из простейших и лучших способов вернуться в спортзал. Может быть, вы хотите повысить уровень вашей значимости в бизнесе? Тогда попробуйте себя в роли вдохновителя. Найдите группу людей, с которыми вы будете встречаться, куда-то ходить. Поищите компанию или работу, которая будет для вас серьезным вызовом, когда вам придется поднапрячься, дополнительно поучиться. Нет ничего плохого в том, чтобы платить за такую ответственность, чтобы ваша заинтересованность в деле не ослабевала. Довольно часто я хожу к своему херопрактику, потому что не только специалист работает над моей спиной, но также и растяжка является постоянным напоминанием. Следующий пункт в нашем списке – научитесь говорить «нет». Избавьтесь от 80%. Я хочу вернуться к принципу Паретто – тот факт, что 20% ваших усилий дают вам 80% результата. Это означает, что 80% вещей, которые вы делаете в своей жизни, приносят вам крайне неудовлетворительный результат, меньше 1%. Сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно. Все, что вам нужно сделать, это сказать «нет» всему тому, что не важно. Потому что всякий раз, когда вы говорите «да», вы берете на себя ответственность, и ваше «да» обернется для вас потерей времени, потому что вы не хотели отказывать своему другу. Так вот, вам необходимо, во-первых, определить для себя, за что вы несете определенные обязательства. Если вы семейный человек, если у вас есть работа, все это требует от вас большой вовлеченности. Вам будет очень сложно сказать «нет», но даже на работе вы можете оглядеться и сказать «я собираюсь притормозить, потому что перегруз негативно воздействует на мои способности». Суть в том, чтобы избавиться от ненужного, чтобы сфокусироваться на том, что важно для вас, и понять, что если с подавляющим большинством вещей не все будет в порядке, то ничего страшного. Убедитесь, что у вас есть время на то, что действительно важно для вас. Следующий лайфхак – учитесь мыслить критически. Помню, в колледже многие смеялись надо мной, потому что я специализировался на философии. Потом я также получил степень в биологии и психологии. Я думал, что это поможет мне получить работу. Философию я изучал для себя, у меня было много вопросов относительно религии, о том, что происходит в мире. Благодаря философии я мог прийти на занятия и задать свои вопросы, на которые я не обязательно получал ответы, но в процессе обсуждения я мог задать более точные вопросы, и это привело к таким кроличьим нормам, которые я просто не ожидал. Я прошел курс по этике, курс по логике, а затем сделал шаг назад и попытался применить знания ко всему, что меня окружало. Вот что такое критическое мышление. И это не то, чему можно научиться в совершенстве. Это такое путешествие длиной в жизнь. И я очень рекомендую, я знаю, что у вас есть книги, которые вы можете рекомендовать касательно того, как мыслить критически. Но я считаю, что один из лучших способов развить это умение, это найти тему, относительно которой вы не согласны с другими людьми, и изучить их точку зрения, и понять их доводы и аргументы лучше, чем они сами. Это довольно просто, и я не говорю о том, чтобы одержать победу в споре. Нет, я говорю о развитии сочувствия и понимания, почему люди смотрят на мир со своей позиции. Способность для мужчины быть в состоянии думать самостоятельно, быть в состоянии учитывать опыт, то, чему он научился, и быть в состоянии прийти к своим собственным выводам относительно окружающих вещей, все это крайне важно. Если вы не в состоянии этого сделать, вам будет трудно сделать что-то значительное в этой жизни. Следующий лайфхак – это найти цель в своей работе. Если вы не можете найти цель, найдите другую работу. Серьезно, вы неизбежно потратите почти 100 тысяч часов вашей жизни на работу. Это одна треть вашей жизни, которую вы потратите на какое-то занятие. Неужели вы потратите ее на то, что вас не вдохновляет? Существует множество способов почувствовать вдохновение. Рядом с моим домом находится дом для престарелых. Там работает один специалист по ремонту медоборудования. И знаете, он любит свою работу. Я говорил с ним на днях утром. Он осознает, что помогает людям, он проверяет исправность аппаратов, поддерживающих жизнь. Люди доживают последние дни, к ним приезжают члены семьи. И он, хотя его никто даже не видит, проверяет, все ли функционирует, включается ли свет, порядки ли температурный режим, чтобы люди в последние дни испытывали комфорт. И ведь он просто специалист по ремонту. Так что у каждого есть возможность найти смысл в своей работе. Но если же вы не можете этого сделать, если вы считаете, что ваша работа высасывает всю душу, босс плохой, все плохо, тогда, что ж, возможностей полно. Найдите работу по душе. Знаете, в моей собственной компании я всегда подчеркиваю, что смысл нашей работы не в одежде, не в создании видео, а в том, что мы помогаем мужчинам стать теми, кем они хотят стать. И мы делаем это за счет наших идей и позитивного настроя. Найдите компанию, которая поможет вам почувствовать смысл жизни. Следующий лайфхак, не торопясь определите, каковы ваши главные ценности в жизни. Запишите их куда-нибудь, где удобно. И время от времени просматривайте их, чтобы убеждаться, что вы идете в правильном направлении, и что ваш образ жизни соотносится со списком ценностей. Для многих мужчин это определяется их религиозными верованиями. И это здорово, особенно если эти основы в вас уже заложены. Остальным придется поразмыслить. Им нужно будет спросить себя, А что по-настоящему важно для меня, что мне особенно нравилось в корпусе морской пехоты США, так это то, что наши ценности, честь, мужество и надежность были уже изложены. Они мне страют жить по сей день, согласно этим ценностям, этим идеалам. Вы можете даже сделать для себя нечто тематическое. Например, мои ценности, мудрость, страсть, сила и любопытство, очень важны для меня в моей жизни, это то, к чему я всегда стремлюсь. Кстати сказать, если они важны для вас, пишите в комментариях, что хотите получить такую монету. И напишите мне, каковы ваши ценности, и что важно для вас, на что вы хотите равняться в этом году, к чему вы стремитесь, к каким ценностям вы хотите соответствовать. Серьезно, господа, вы знаете, что мне интересно ваше мнение. Так что пишите свои ответы в комментариях под видео. Еще раз я собираюсь отправить желающим много таких монет, потому что мне кажется, что важно иметь что-то подобное, такое напоминание о ценностях человека, которым вы пытаетесь стать. Следующий лайфхак. Изучайте историю. Читайте биографии. Видите ли, каждый дурак может научиться на собственных ошибках, научиться на опыте других. Да, вы сейчас пытаетесь, я знаю, я украл эту цитату, кажется, это сказал Сантояна. Он сказал, человек, который не знает свою историю, обречен на то, чтобы ее повторить. Что бы вы не пытались достичь. Открыть некоммерческую организацию, основать свою компанию, построить успешную карьеру. Кто-то уже написал об этом книгу. Кто-то уже изложил все детали. Может быть, данные не самые свежие. Может быть, информация уже какое-то время существует. Но обращаться к таким источникам даже лучше, потому что часто в них сконцентрирована вечная мудрость. Как разобраться в системе, чтобы подняться по карьерной лестнице. Как получить финансирование. Из разных источников вы можете получить тонны ценного знания. Вам нужно найти эти источники и погрузиться в изучение информации. Да, ошибки неизбежны. Да, неудачи неизбежны. Вы будете натыкаться на препятствия и падать. Но вы будете вспоминать, что читали, что успешные люди тоже спотыкались. Вы подниметесь и продолжите свой путь. Перейдем к изучению человеческой натуры. Это следующий лайфхак. И это очень важно. Люди не изменились со времен сотворения мира. Серьезно, наша человеческая натура, то, что мы делаем, когда у нас паника, когда мы испытываем страх, когда мы взволнованы, человек по природе чрезмерно оптимистичен или чрезмерно пессимистичен. Если вам это известно, вы можете использовать это в своем бизнесе. Вы можете наблюдать это снова и снова и снова. Роберт Грин, один из лучших авторов литературы на тему психологии, написал книгу «48 законов власти». Он хорошо описывает то, что происходило за всю историю человечества. 50-й закон, здесь он с 50 центом. Потрясающая книга. Когда вы изучаете историю, вы можете увидеть будущее. История – лучший индикатор того, что произойдет в будущем, потому что вы начинаете понимать, как реагируют человеческие существа. И поэтому вы можете осознать, окей, сейчас происходит хаос. Вы можете предсказать, что будет происходить дальше. Правительства не решат ваши проблемы. Люди будут продолжать совершать глупые поступки и не всегда в своих интересах. Если вы все это знаете, внезапно вы понимаете, что можете принимать решения и планировать действия соответственно. Следующий лайфхак – определите для себя, что вы хотите получить от жизни. Запишите свое решение в блокнот или распечатайте и сохраните этот файл. Ведь жизнь нас затягивает в бешеный водоворот, и мы перестаем замечать все вокруг. Мой совет выполнить довольно непросто, потому что мы любим суетиться, при этом нам кажется, что мы делаем очень много. На самом деле нам надо сделать шаг назад и сказать, для чего я столько времени работаю? Да, я стараюсь обеспечить своей семье жизнь лучше, чем та, что выпала на мою долю. Но действительно ли я хочу это делать? То есть я не хочу, чтобы мои дети просто получили деньги или наследство. Я хочу, чтобы они чему-то научились, каким-то навыкам. Имейте смелость спросить себя, для чего я учусь на юридическом факультете? Для чего я занимаюсь медициной? Потому что мои родители хотят, чтобы я стал врачом или адвокатом. Они хотят, чтобы я мог себя обеспечить и добился успеха. Но на самом деле я не хочу этим заниматься. Я хочу бросить учебу, я хочу заниматься творчеством, быть писателем. А нужно ли для этого окончить вуз или нет? Да, это ваша жизнь. И в какой-то момент вы должны начать жить собственной головой. Но при этом вы должны убедиться, что все хорошо продумали. Ведь иначе ваше окружение, семья будут пытаться толкать вас в направлении, в котором вы не хотите двигаться. Так что следующий лайфхак, если вы не воспользуетесь ни одним советом из этого видео, обратите внимание на этот «Щедро делись любовью». Часто произноси это слово. Дари любовь. Показывай любовь. Да, вы можете смутить некоторых людей, и может показаться, что вы слегка, знаете, перебарщиваете. Или, «О боже, чувак, с чего бы ты признавался мне в любви?» Но вы действительно любите этого человека, и вы не знаете, что может случиться завтра или вечером. Человек может попасть в аварию, но этого человека вы хотите искренне поблагодарить. Вы любите его как наставника, как учителя. Может быть, слово «любовь» слишком сильное. В общем, покажите этим людям, как много они значат для вас, пока не стало слишком поздно, пока они еще живы. Вы должны убедиться, что они знают, что вы благодарны им за поддержку, за то, что они были на вашей стороне. Так что найдите этих людей, расскажите о своих чувствах. Им будет приятно услышать слова благодарности, а вам сказать их, поделиться любовью. Следующий лайфхак – проявляй терпение. Не уходите сразу, задержитесь, и результат вас удивит. Произошла забавная вещь. Когда я возобновил отношения с друзьями, которые служили вместе со мной в морской пехоте, сейчас они старшие сержанты, полковники, а я не могу сдержать смех. Потому что я помню, как мы тусили всю ночь. Ты напивался в стельку. Однажды даже тебя арестовали. И как только тебя повысили до полковника. Понятия не имею, как ему это сошло с рук, но суть в том, что эти парни хотели построить военную карьеру. Эти люди понимали, что им придется провести много времени на службе, что надо проявить терпение, что будут взлеты и падения. Но они смогут добиться желаемого и продвинуться по службе. Я понимаю, что совет проявлять терпение и дождаться своего часа звучит порой так себе. Другие могут успеть разобраться лучше. Если вы не видите прогресса, ждать вряд ли стоит. Но я считаю, что у многих людей проблема в другом. Они слишком часто ожидают всего и сразу от своих усилий, от работы, которую выполняют. Или когда ожидают повышения, ожидают повышения зарплаты. Когда быстро хотят овладеть каким-то навыком, я бы посоветовал, проявите немного терпения, продолжайте проявлять упорство, не прекращайте попыток, и результаты вас поразят. Следующий лайфхак похож на тот, о котором мы говорили ранее, но звучит как «измени свое мышление». Когда каждое препятствие, каждую проблему вы воспринимаете как нечто хорошее, как шанс. Когда вы думаете о препятствиях, как «Эй, все сталкиваются с этими проблемами», и большинство бросят начатое. А вы будете относиться к этому как к возможности увидеть, что нужно сделать, чтобы улучшить свои навыки, и возможности протестировать все навыки, которые вы приобрели до этого. Есть одна древняя притча про короля, который положил камень прямо посреди дороги. Большинство людей, которые подходили к этому камню, не могли ни обойти его, не перешагнуть, так что они просто разворачивались и уходили обратно в деревню. За исключением одного человека, который взял рычаг и убрал камень с дороги. Под ним был зарыт мешок золота. Король хотел этим сказать, что хочет вознаградить людей, которые видят проблему, как шанс, чтобы ее преодолеть. Когда вы начинаете видеть препятствия как шанс, чтобы показать свои навыки решения проблемы, вы становитесь редким специалистом, тем, кто всегда нужен, тем, о ком говорят, «Так, у нас трудности, давайте позовем этого парня на помощь». Становитесь важнейшим связующим звеном, тем, кто никогда не останется без работы, тем, кто сможет запросить большую зарплату, тем, кого уважают, тем, кто пользуется влиянием на других. Следующий лайфхак – создай свою игру, чтобы играть в ней по своим правилам. После окончания колледжа я хотел стать владельцем бара, потому что мне казалось, если у меня будет бар, я смогу познакомиться с тысячами красивых женщин. Представьте себе, такая своего рода Студия 54. Если вы владеете ею, заправляете всем, если у вас высокий статус, вы можете приходить туда, когда угодно, пускать или не впускать гостей. И вы тот парень, с которым все хотят общаться. Я не был парнем, с которым все хотели общаться. У меня были проблемы с уверенностью в себе, и я думал, что таким образом я смогу решить вопрос. Бар у меня так и не появился, но через какое-то время я организовал конференцию для людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Я хотел познакомиться с единомышленниками. Так что я организовал вечеринку совместно с одним уважаемым мной парнем, Альфа М. Неожиданно все, кто там находился, на этой вечеринке захотели выйти на сцену. А я был более чем счастлив, сидя сзади, зная, что это я тяну за ниточки, что я организатор. Я все еще пожинаю плоды с того дня. Что можете сделать вы в вашей сфере, в вашей жизни. Вы можете задать правила игры и получить дивиденды просто потому, что вы – это вы. А теперь, если вы хотите начать с чистого листа, перезагрузиться, если хотите добиться большого успеха в новом году, ребята, посмотрите видео, в котором я рассказываю о перезагрузке вашей жизни в новом году. Об этих вещах я рассказываю в этом видео. Кликайте вот здесь и смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok